46 миллионов долларов премии решили выплатить себе чиновники «Нафтогаза». Деньги эти разделят между руководством и еще несколькими сотрудниками. Все они якобы помогли выиграть судебный спор с «Газпромом» в стокгольмском арбитраже. Что думают о таком вознаграждении эксперты отрасли, мои коллеги поинтересовались у них. «Нафтогаз» после полудня уже официально подтвердил ранее просочившуюся информацию о выплате премии. Наблюдательный совет решил выплатить 1% от выигранной суммы в 46 миллиардов долларов по претензии к контракту с российским «Газпромом» в стокгольмском арбитраже. А это 46 миллионов долларов, то есть более миллиарда гривен. Деньги должен получить 41 сотрудник компании. Интернет-сообщество буквально взорвалось от этой новости, ведь в стране идет война. Эксперты считают, выплату таких бонусов в настоящий момент невозможной. Выплата таких премий за уявные достижения, на мой взгляд, неэтичной. Есть просто плевком в обличчя тем нашим хлопцам, которые не только выполняют свои обязанности, но и жертвуют своим жизнью. На сходе Украины, в частности. В то время как премьер-министр Владимир Гройсман заявил о недопустимости сейчас повышать цены на газ для населения, неизвестно откуда брать деньги на выплаты чиновникам «Нафтогаза». Ведь ни одной копейки после выигрыша спора в Украину еще не поступило. Я думаю, что господин Гройсман как минимум не будет подписывать финплан нефтегаза Украины, что он уже не сделал в марте текущего года. Очевидно, будет препятствовать такого рода решениям. Это будет совершенно справедливо и разумно с точки зрения общественных интересов. Судебный спор в конце февраля выиграла для «Нафтогаза» норвежская юридическая компания. Это обошлось в 25 миллионов евро, что дает право экспертам усомниться в прямом участии чиновников «Нафтогаза» в разбирательстве с «Газпромом». Само решение сейчас оспорено российской компанией и направлено на апелляцию. Тем временем, по информации СМИ, выплаты премий в украинском газовом «Монополисте» уже готовятся.